Привет, бро! С тобой Воблер и ставь лайк за 3 секунды, если тебе больше, чем 3 года. Считаю. Раз, два, три. Молодец, что успел поставить лайк! Я думаю, что моим зрителям точно больше, чем 3 года, ну, потому что, наверное, меня смотрят маленькие детки. Это у нас игра Tabs, бро. Здесь вышло обновление, новая карта, новые юниты, а также новая компания. Это означает, что в ближайшее время ты будешь видеть очень много роликов по игре Tabs на канале Воблер. А если тебе мало этих роликов, которые будут выходить, значит, посмотри старые. Они реально крутые. Очень много роликов, где мы проходили кампании, устраивали разные битвы, а также есть история о Воблере-фермере, которая скоро у нас продолжится. Сегодня же мы с тобой рассмотрим новую карту и испытаем новых юнитов на прочность. Посмотрим, на что они способны. Реально, юниты прикольные. Их 16. Их всех надо было найти здесь на карте. Где они находятся, ты увидишь в конце ролика. Там под музычку будет такой вот монтажик, где ты сможешь их найти. Некоторые находятся очень легко, а вот танк реально находится сложно. Его найти практически, мне кажется, невозможно. Он находится под землей. Ой, карта у нас новая, юниты новые, а вот музыку новую сюда никто не добавил. Но ничего страшного. Мне карта нравится. Во-первых, она большая, то есть можно здесь устраивать различные эпические битвы. Также, ребята, она реально светлая. Вот реально зеленая. Хотя скоро Хэллоуин, может быть, еще что-то добавит. Хотя у нас уже есть хэллоуинские карты. Но карта мне реально нравится. Теперь давай посмотрим, что у нас вообще есть по юнитам. Юнитов очень много. Возможно, это будет одна из самых сильных фракций. Потому что здесь много юнитов. Они реально какие-то крутые, какие-то бомбезные. Давай мы сейчас просто будем их испытывать. На что они вообще способны. Будем смотреть, что делает этот чувак. Смотри. Что он делает вообще? И что ты стоишь, смотришь? Опа, а он дерется так получается? А ты что делаешь? Тоже дерется. Почему она никуда не идет? Стоп, может быть, она была под контролем этого чувака? Ладно, давай мы его уберем. Посмотрим, может она... Ага, да, ты видишь? Возможно, это можно как-то командовать армией. С помощью того парнишки, да, с флагами. Давай посмотрим, что она будет драться. А, по жопе ей дали. Ах ты! Не поставила лайк воблеру, не подписалась. По жопе дубинкой, на. Я не знаю, кто это был. Девушка или парень. Может, это даже парнишка был. Непонятно. Сейчас по прическе ты не определишь, кто вообще идет. Теперь давай посмотрим другого персонажа. Вот, есть лучник. Будем тестировать по-быстрому на аборигенах. Что он вообще может? Бежит такой. Ну, обычный лучник, что ли, да? Ну, у нас уже есть лучники. И еще будет у нас 101 лучник. На что он способен, я не знаю. Ну, что-то просто обычный. А давай мы за него поиграем. Есть вообще у него какие-то интересные способности? Сколько у него перезарядка? А, у него быстрая перезарядка по сравнению с обычным лучником. Но дамаг у него такой, видишь, не очень. Ну да, мы в руку попадаем. Ну, такой быстрый лучник. Мне кажется, что самые интересные лучники в игре это в династии, а также замораживающие. Да и тот, что пузырями стреляют. Обычные. Ну, у нас уже есть. Так себе. Не очень мне персонаж. То есть это тоже дальник. И что ты можешь? Опа! А, он отравляющими дротиками! Красавчик! Хорош! Смотри, а ну... Фу! Фу-фу-фу! Пошел отсюда! Ай-яй-яй! Давай, бей его! Бей! Короче, это на дальней дистанции надо бить. Отравляющие дротики прикольная тема. Это индейец, походу. Да, мы видим. Вот у него перья разные. Вот это копье, ребята! Вот это копьище! К нему подойти вблизь, мне кажется, просто нереально. Как он вообще его держит? Как он его поднимает? Все, ребята, он ударил и больше не может поднять, потому что оно такое тяжелое. Ладно, давай я сам теперь испытаю. Мы сначала будем со стороны смотреть, на что не похоже. Давай! Оно очень тяжелое! То есть, ну да, гравитация дает о себе знать. Ну давай, давай, ну и что? И что? Ой, короче, дичь какая-то, ребята! Это просто дичь. В игре есть один косяк. Это то, что нету здесь в игре никакой стим-мастерской, как по другим играм, где можно просто загрузить какие-то моды, поставить галочку и скачать моды, и они будут работать на всех версиях. Вот как мы играем в Ravenfield. В Ravenfield на самом деле не очень интересная игра. Там вообще нечем заниматься самому, да? То есть, там нет никаких прохождений, там нету никаких уровней, игроки не создают, как здесь в игре. Но там есть моды. И игра благодаря модам живет. Она будет, мне кажется, жить вечно. А здесь вот вроде бы игра и потенциал крутой, но модов нет. Просто сидишь и ждешь обновления от разработчиков, которые выходят, кстати, довольно редко. Два-три раза в год по фракции. И все. Короче, мы поняли, это чувак, который может взрывать толпы. Это у нас обычный боксер. Реально, боксеры мы уже были. Мы видели их в модах еще полгода, год назад. Теперь их сюда добавили. Вы видите? Давай, давай, давай. Драка пошла. На, ну боксер хорош. Слушай, это кто такой вообще? Это Кличко или Усик? Кто это был? Смотри, удар такой. Что это такое разлетается-то? Дым? Или это ветер? Или непонятно что? А не прыгает. Ладно, давай мы фермеров поставим. И что ты сделаешь нам? Это нитро с флагом, ребята. Он ускоряет как-то свою команду. Вы поняли? Это закись азота. Юнит закись азота. Смешно. Так, ну этого посмотрели. Нормально. Давай смотрим дальше. Что у нас еще есть? Бочку смотрели. Вот это что за крючок такой? А, это у нас фараон. На что способен фараон? Он идет такой крутой, весь такой в золоте. У него магия! А что он сделал? Он умеет призывать какую-то магию. А, я понял, что это за штука. То есть он вызывает магию и все враги начинают ему кланяться. Вы видите, стоят на колени и кланяются. Он как бог что ли. Интересно. То есть в принципе, если этот фараон будет с какой-то командой своей, да, допустим, вот с фермерами, да, есть один фермер. То круто. Фараон берет, наклоняет врага. Да, вот они наклоняются на коленях, жопы повыставляли. А здесь идет чувак и дамажит уже, вы поняли? То есть как бы враги стают беззащитные. Прикольная тактика. Слушайте, ну мне кажется, победить фараона будет довольно тяжело. Ну все, школьник ты, Алешка с пятого класса. Получил ты дубинкой. Давай дальше будем смотреть. Фарон мне понравился. Что-то новое, необычное, крутое. Способность у него крутая. Это визард. Это у нас какой-то маг. Может Мерлин. Не знаю, кто он такой. Смотрим, на что же он способен. Еще добавляем. Ого! Стреляет лучом. Ё-моё! Это типа как Зевс. Только Зевс может по многим сразу стрелять, а этот по одному. Смотри, он его просто в козявку превращает. Что он делает с юнитами? Стоп. А ну давай я поуправляю. Я хочу быть таким вот. А ну. Но! Но! А, я понял. Есть меч, есть еще и другая у нас способность. Мы можем бить мечом. Когда у нас перезарядка, мы бьем мечом. А так можно в принципе бить посохом. Хорош, визард, хорош. Очень сильный юнит. Идем дальше. Что это такое? Это что за конячка? Ага. А, тележка. Вуу! Здесь и римляне. Короче, здесь у нас сборная солянка прям фракции. Конечно, она будет очень мощная. Она будет самая сильная. Я уже это вижу, ребята. То есть тут и так все понятно. А! Подожди. У этой колесницы сбоку еще есть такие вот мечи, которые наносят урон. О, это реально бомбезно. Дальше у нас есть Тор. А ну, Тор, покажи, на что ты способен. Вау! Ядрить колотить, что ты делаешь? На! Он бьет молотом своим. А также он сверху призывает гром. Сейчас они Тора отлупят. Хо-хо-хо! Что происходит? Вы посмотрите. Это Тор такой ударил. Круто все разлетелись. Ну, Тор, ты красавчик. Теперь я хочу тобой поуправлять. А ну, давай. Тор, воблер. Бо! А, это он бьет, я понял. Это он правой бьет вот так вот. А вот здесь с воздуха призывает. Ну, с воздуха! Бам! Бам! Я понял. Хорош. Слушайте, это очень читерский персонаж. Ну, говорю, эта фракция сама по себе самая сильная. Ну, потому что, во-первых, здесь юнитов много. Во-вторых, она реально сборная солянка. Здесь вообще и танк даже есть, ребята. Есть танк. Смотри. Танк такой. На танке ездят. Че там? Кого-то колбасит. Ой, блин. Капец, танк очень быстрый. Вам не кажется? Я еду на танке. Смотри. О, меня даже не догонят. Сзади дым идет с под гусениц. Поехали. Танк, мне кажется, быстрее коня. Огонь! Зарядка у танка сколько? Ну, давай посмотрим. Огонь. Пять секунд. Ну, нормально, в принципе. Давай, ну дави. Ну, он не давит персонажей. О, мы прокатим кого-то. Давай! Такси! Давай, я таксист! Ребята, везем их. Есть супер боксер. Стоит он 100 тысяч. А я уже видел разных супер боксеров. В модах их там было. Очень много этих боксеров. Здесь он выглядит таким вот образом. Мне кажется, что, возможно, это даже и с модой взято. Потому что перчатки тоже светятся. На что он способен? Давай посмотрим. Ну, он пока что самый сильный. 100 тысяч денег стоит. Может быть, его можно как-то луком издалека уничтожить. Не знаю, сколько у него здоровья. Но на что он способен? Ну, он так бьется. На, на! А он, типа, быстрая перчатка, да? Он быстро боксирует на скорость. Ну, такое что-то. Давай теперь я за него поуправляю. А левая перчатка правая. Так у него моментальная зарядка. Конечно. Конечно, он будет самый сильный. На! На, на ты! Драка, драка. Фу-фу-фу-фу. Хорош. Ча! Не-не-не-не. Слушайте, у меня идея. Давайте попробуем заморозить стрелами. Вот сколько стрел пошло. Спереди будет тот, кто будет отвлекать, в принципе, на боксера. Ну, давай, подходи. А ну, он вообще замораживается. Можно его остановить, чтобы он был не такой быстрый? Ну, палите, палите. Он даже не замерзает. Возможно, у него много хп. Смотри, даже стрелы пропадают. Он не белеет почему-то. Видишь? Шустрый. Ну, остановите его. Остановите, боксер. Он сейчас во всех перебьет. Просто пошел в ряд. Палите. У него вообще здоровье уменьшается. Давай мы как-то вселимся. Нет, у него здоровья очень много. Смотрите. Он, во-первых, не белеет и здоровья много. Хорошо. Он мощный. Согласен. А что будет, если мы против него поставим баллисты? Они же баллисты очень крутые. Ребята, смотрим, как разберутся много баллист с этим боксером. На! Попадает! Но он очень хорошо танкует против баллистов. Давайте, заряжайтесь! Срочно стреляйте! Не подпускайте вблизь к себе! Дышь! Короче, баллисты боксера убивают и 100 тысяч, и это все фигня. Потому что баллиста реально она мощная. Она убивает, в принципе, любого юнита, если попадает. Кого-то с выстрела, кого-то с двух. Смотрите, у него вообще что-то 9, 9, 9. Короче, читер какой-то. Смотрите, сколько птичек. У него даже цифры внизу шевелятся. Читер! Реально читер! Видите, как цифры двигаются, ребята? Он читер! Перчатки какие-то. Вау! Что ты делаешь? А ты так магией стреляешь? Ничего себе! Взял, поднял и об землю! Ого! Хорош, красавчик! И я хочу тобой поуправлять. Много абориген. Я вселяюсь в этого персонажа. Это мы на дальняк стреляем левой кнопкой. Правой кнопкой тоже стреляем. А вот это что делаем? Ага, я понял. А потом берем пробелом, просто вот так вот кидаемся. Да ты чё? Это вообще читерство. Он любую армию сможет разбить. Да, парнишка, ты очень крутой. Что это такое за чудо-юдо? Супер пизант. Ну, типа, как Супермен. Мы уже видели таких Суперменов в модах. Так, ну, короче, Супермен, ребята. Он летает, всех убивает. Видите? То есть даже решили разработчики добавить сюда супер-мощных юнитов, которые будут отличаться своим ХП. Видишь, какой Супермен. То есть мы можем замедлять, смотреть, как он летает. Просто руку выставляет. Ой, полеты, чё ты делаешь? Короче, наша задача убить Суперпизанта. Давай представим, что этот супер-герой тоже плохой. И нам надо как-то его уничтожить. Мы сейчас, бро, знакомимся с юнитами. Нам надо вообще знать, что они себя представляют. Потому что мы в следующем ролике будем проходить здесь компанию. И мы должны знать, что против них вообще ставить. Вы поняли? Ого! Суперпизан. Ну, заряжай. Они не успеют зарядиться. Они не успеют. А, он просто взял, смотри, полетел. Фух. Хорошо, давай я в него вселюсь. А я хочу вселиться. О, а вот так я как-то двигаюсь. Я чё-то не понимаю. На мне надо каждый раз клацать тут. Ну, для передвижения. То есть я не просто хочу клацать её. То есть я как бы телепортируюсь, по сути дела. Ё-моё, куда я залетел? Смотрите. Ребята, у меня ракета. Видите, какая крутая? Я могу вообще запускать спутники в космос. Спейс Икс, я твой конкурент. Я теперь Суперпизант. Ладно, мы его так и не смогли убить. Понятно, что он крутой. А вот что будет, если по нему хотя бы Зевсами пальнуть? Так, замедляем. Смотрим, на что способны наши. Давайте огону. Короче, он такой быстрый, что даже по нему не попадают молнии Зевса. Представляешь, насколько он? Он вообще как флэш. Можно сказать так. Только флэш, он же в воздух не подлетает. Этот очень быстрый. Ну, реально, ребята. По скорости вообще никто с ним не сравнится. Представляете, какая скорость? Это вообще дичь. Его уничтожить практически невозможно. То есть, надо будет как-то посвятить серию, когда мы будем его вообще убивать разными способами здесь в игре. А вы обязательно пишите в комментариях, как можно убить этого персонажа. Ну что ж, бро, мы все посмотрели. Реально, юниты прикольные. В следующем ролике мы уже с тобой займемся прохождением кампании. Ну, а с тобой был Воблер. Оставайся на канале. И, конечно же, сейчас смотри под музычку, где находятся вообще секретные юниты, чтобы ты их быстро нашел и уже начал наслаждаться обновлением. С тобой был Воблер. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА